А сейчас давайте перейдем к более серьезной теме, хотя она не сказать, что более серьезная, но она как раз подводит нас к вопросу о том, как кино, снятое в путешествии, может быть привлекательно не только для друзей авторов этого кинофильма, но и для более широкой аудитории. В России существует несколько кинофестивалей, посвященных подобной теме, и все в данный момент озабочены, в общем-то, проблемой аудитории. И я передаю слово Альбине Навиговой, руководителю форума Вебикино, которая нам немного раскроет глаза на вещи и поделится своими впечатлениями о текущей ситуации. Да, мне сказали, что добрый вечер, что вас будут смотреть коллеги по такому же формату. Да, мы, наверное, сейчас разговариваем с Ярославом Куплем и Санкт-Петербургом. Во-первых, да, я бы хотела сразу предупредить, что я совершенно не турист, вот это вот все, вся культура мне чужда, да. Я человек-организатор кино, и на самом деле фестиваль сколько лет? 20, вы сказали, да? Да, сегодняшний день 20. Очень большую подножку, конечно же, для фестиваля подобного формата сделала интернет. То есть это надо признать как факт, интернет сделал подножку кинотеатру. Но вот я работала 6 лет в кинотеатре МИР, это кинотеатр арт-хаусный, для которого интернет не являлся как раз конкурентом. То есть наш зритель высматривал в интернете новинки и приходил в зал, чтобы смотреть в зале. Но мы говорим о профессиональном кино, да, в кинотеатре. Для любительских фестивалей, конечно же, интернет сделал колоссальную подножку. Поэтому, если говорить о туристическом факторе фестивалей, да, то если мы вспомним Каннский фестиваль, Минцианский, Берлинский, да. Каннский, если вы помните, возник когда-то, как такой протест на фашизм, и чтобы не было давления на кино, несколько независимых киношников объединились, и круаза, конечно же, тогда не была таким маркетинговым успешным мероприятием, как на сегодняшний момент. На сегодняшний момент там, ну, многократно бюджеты просто от продаж туристических, да, если говорить о больших фестивалях, класса. Но даже если не сравнивать, скажем, любительский фестиваль с форматом высокоплачиваемых, да, бюджетов и фестивалей, то есть, насколько мне известно, такие миксы, когда к фестивалю кино совокупляется фестиваль кухи, например, фестиваль пива, фестиваль различного такого хулиганского ивента. Я думаю, что для Юшута это будет на пользу, потому что казанская публика, кстати, к стыду своему, я только при знакомстве с организаторами узнала, что фестиваль казанский, я о нем слышала. То есть, своя давность лет она сработала, и несмотря на то, что я занимаюсь фестивалью профессионально, вот как бы кино, да, а об этом, как о любительском я слышала, но тем не менее я слышала, я знала, что это известный фестиваль, да, какой-то, где-то, который проходит. Вот. Здесь, наверное, немножко будто это Юшут, само название, поскольку... Нет, но не именно как кинофестиваль. Вот я помню, вот у меня застолбился этот брань. Но, тем не менее, я думаю, что вывести этот фестиваль на аудиторию, как вот Артур сказал, вот, нам скинь ссылку, да, собрать этих людей, вот этих подвижных людей в зале, да, в темном, наверное, стало труднее, ну, потому что у меня с Инстаграм, где вот открыл, все посмотрел, и все в принципе. Поэтому я думаю, что ивент интересный, это раз. Второе, при содействии, наверное, с профессиональными такими мощными двигателями, как Российского, Русского географического общества, стоит сделать профессиональную подпрограмму, потому что на следующий момент в прокатах пропадают удивительные фильмы, на самом деле. «История русской Атлантиды» и различные фильмы «Путешествия», которые идут только в таких кинотеатрах, как кинотеатр «Мех». И публика их мала, потому что рекламных бюджетов на эти фильмы нет. А вот в туристических форматах эти фильмы бы прижились, более того, привлекли бы аудиторию профессионального кино. То есть нельзя неврежно относиться к аудитории кинофестиваля. Вот она у вас есть, вот эта вот аудитория, вот Александр, которые в любом случае собираются на эти движухи, потом снимают, и потом будет здорово повспоминать. Это одна аудитория. Вторая аудитория, вот, наверное, она бы, которая любит зрелищное кино, она бы пришла вот на эту программу. Поэтому говорить об этом фестивале как о факторе туристической привлекательности города на сегодняшний момент, ну, это надо зажечь вот этих туристов, чтобы это клич был. И вот, наверное, вот ивент, как вести по фестивалю химии, очень сильно оживил бы, на самом деле. Потому что я впервые вот посмотрела сейчас вот, ну, так вот. На большом экране, да. На большом экране. И, в принципе, я понимаю, что очень отстраненная аудитория привлечь сюда достаточно тяжело будет, честно. Да, но это и чувствуется, на самом деле. Потому что на сегодняшний момент, в принципе, вот это, так как снимать стало легко, да, вот вы рассказывали об этих всяких примочках, приспособлениях, так же и смотреть стало легко. Вот вы взяли колонку, достали, вообще не проблема. Еще есть лучше колонки, еще классные экраны есть на телефоне, какие-нибудь фильтры, которые улучшают всю эту вещь. И, в принципе, для любительского видео это достаточно. Поэтому, чтобы собрать человеку, зрителю массовому, как я говорила в кинотеатре «Мир», нужен повод другой. Что-то кроме просто визуального. И, наверное, вот тут вот стоит говорить об этом, потому что похвалюсь, да, я поскольку руководитель форума, похвалюсь таким вот моментом, что форум, например, по статистике посещаемости превысил статистику кинофестиваля, на котором он вырос. Потому что на кинофестиваль гости приглашаются, скажем так, с полным бонусом пакетом проживания, питания. Вот тебе Казань, туристический город, нате, смотрите. Конечно же, интересно. В части лет от Москвы, когда заграничный аудиторий прибывает, видит другую Россию, нежели которую я им показываю, да. Это один момент. И когда на форум с индустриальным подтекстом, с программой приезжают, ну, в принципе, киношники со всей России, вот это и становится тем самым фактором туристической привлекательности. Казань плюс кино-ковод. Вот я думаю, что Ешоту нужно добавить зрителя казанского собрания. Искушенного, кстати. Казанский зритель вообще, мы казанцы очень выпендрюжные. У нас на мякине не проведешь, у нас очень много движений, у нас очень много мероприятий, у нас очень много... У нас сейчас коммерческий кинотеатр показывает короткий метр. То есть, в принципе, очень много альтернативного, классного кино-контента. Поэтому в данном случае нужно не сшивание вот именно зрелищных фильмов, потому что, вот я не случайно спросила, промо-ролик делался из того, что прислали. Ну, видно, видно, да, что техника выросла. Но, тем не менее, люди смотрят в кино не только визуал. То есть, приходят они за поводом другим. Я думаю, что если рассматривать Ешот как туристический фактор, да, привлечения, то нужно вот этими вещами, наверное, усиливать. Это я просто, ну, так умничаю, потому что думаю, вдруг нас слушают тоже другие форматы. Ну, одноформатники, да, вот фестивальщики. Да, и тоже вот очень меня заинтересовал именно как региональный кейс. И мы будем на форуме делать совместное мероприятие. Приглашаю вас, приглашаю в Ярославль Питер, потому что кто-то из киношников точно приедет. Мы хотим рассмотреть, мы хотим такую дискуссию сделать, когда зал будет участником. В зале будут сидеть в пьянчике. Вера и Артур будут рассказывать о фестивале, но кроме того, что это будет дискуссия профессиональная, как продвинуться этот фестиваль, региональный кейс, мало бюджетный, это тоже немаловажно, потому что бюджет определяет сознание в продвижении, мы все знаем. А вот еще предложение наше было такое. Показать Татарстан как локацию. Вот эта вот фишка, которую я на самом деле жду от вашего фестиваля, потому что в Казани стало, слава богу, все больше и больше сниматься кино, и даже стали приезжать. Вот уже два случая, два факта, когда продюсеры не просто приехали, получили бюджет, здесь сняли, и получилось такое кино, которое как бы без продолжения в плане индустрии. Это два проекта, которые в принципе уже можно прогнозировать какое-то продолжение. И я им на пальцах рассказываю. А у нас вот такой город есть классный, а у нас такой район в Казани есть классный. Есть, конечно же, ролики в интернете, есть презентационные видео. У нас было много там событий универсиады, чемпионатов. А вот хотелось бы вот такой локации. Татарстан как локация. У нас очень разные лошадки, очень много красивых вещей. Я думаю, что вот эта вещь, вот это наше совместное творчество позволит индустрии кино в вашей границе и привлечь как-то вот к фестивалю внимания. Вот. Правильно я все сказала? Да, все правильно сказали. Да, но мне что... Мне бы хотелось, пользуясь этим случаем, обратиться и к Татарстану, и к нашим кинолюбителям. Пожалуйста, присылайте ваши видеоленты, ваше кино, поскольку из Татарстана как раз наяву меньше, чем во всей России. Кстати, да, у нас вот эти вот локационные вот эти красоты, они нужны именно киношникам для того, чтобы... В смысле, не то, что киношникам, они сами все снимут, все это все нормально, технически совершенно другой формат. Но для того, чтобы показать, что есть в Татарстане, мы еще столько кино не наснимали. То есть, все равно локация у нас достаточно суженный круг. А вы забирайтесь на такие далекие гали, вот, туристы. Поэтому помогите Артуру и Вере собрать очень хорошую презентацию, потому что вполне возможно, что это долго умирающие из Татарстана. И на следующем полуме время кино мы предоставим уже какой-то конкретный фокус. Да, то есть мы можем, конечно, целенаправленно обратиться к кинолюбителям, чтобы мы отправлялись, например, в некие, там, скажем, велопешие походы и с кинокамерами снимали определенные локации. Может быть, и номинат, вполне возможно, что поедет какая-то номинация, да, действительно. Да, либо туры годные, например, вот в Татарстан. В данном случае, я так поняла, просматривая материалы и прошлых лет, и то, что присылают сейчас, Натарстан интереснее, как водная такая локация, да, то есть именно не Боровой Матюшни занимают, и не противоположный берег, да, Волги, а именно саму Волгу, саму Гаммское устье, вот почему-то для местных жителей эти локации, они, кажется, наиболее интересные. Вот, за другими впечатлениями едут как раз за пределы республики. Ну да, мы не можем похвастаться там, скажем, высокими горами, но у нас просто есть еще... У нас есть атмосфера в Татарстане, которая, в принципе, благодаря вашему фестивалю, на грамотных смонтированных роликах может привлечь и открыть какие-то новые места. Ну, вот, кстати говоря, конечно, это, может быть, подсознательно как-то всплыло, да, но фестиваль Ухи все же, да, как сопровождающие события фестиваля Ришут, не фестивали, скажем, каши из топора, да, а Ухи, это, опять же, вода, рыба. Да, да, да. Да, то есть, в принципе, действительно можно об этом серьезно задуматься. У нас потом очень, по-моему, такое подвижное бадское сообщество, кстати, тут можно объединять бренды и выдумывать разные интересные вещи. Вот, наверное, я не буду там сильно затягивать свое выступление, вот, если есть вопросы, отвечу. Очень интересно и информативно, большое спасибо за поддержку и за советы, действительно очень важно, потому что одно дело посмотреть на кинофестиваль как на кино, но, а с другой стороны, интересно посмотреть на фестиваль, на кинофестиваль как событие, как событие городское, да, и преломить это в сознании зрителя так, чтобы оно ему было интересно. Кстати, вот про Венецию, да, пытаясь подготовить какой-то материал, я стала листать интернет, и там про Венецию было так написано, «заболоченная лагуна превратилась». Нет, ну, на самом деле, в определенный момент, то есть, там уже сами местные жители стону там бегут, потому что туристический поток настолько мощный, а там, на самом деле, три ключевых события, которые качают просто, качают эту историю, и, например, опять же, фестиваль имеет этот ресурс. Опять же, наверное, кинофестиваль может и имеет право быть неким фактором туристических привлекательных для города, но, например, если мы возьмем Канна, да, что такое Канна без Каннского фестиваля? Ну, кто что-нибудь знает о Каннах, кроме того? Ну, нет, это еще и пляж, что-то, да, но изначально, изначально, конечно, Каннский фестиваль начинался очень скромно, но индустриально, я имею в виду, Каннский фестиваль я взяла как ярчайший пример, ну, вот, который вообще можно не любить, а просто, да, о нем знают, но туристический фестиваль, туристический и туристический, правильно, кстати. Мы делим, вот, те, кто ходит на сплавы, вот, они туристки, а те, кто армезоны туристов, они туристические. У меня тоже, да, 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 армезоны и дети туризма, мы чуть-чуть различаем так. Вот, я вот, при всей близости фонетической, видите, какие трудности возникают, поэтому я думаю, что обязательно нужен концептуальный ивент и нужна профессиональная программа. Да, безусловно, мы будем двигаться в этом направлении старательно и осознанно. Есть ли какие-либо вопросы со стороны наших зрителей, слушателей сегодня? Ну, без микрофона. Ну, что ты на запись? А вот какова вероятность того, чтобы вот лайв-съемку, которую вот Александр Александрович снимал, продать для зрителей? Это возможно вообще, у нас можно продать лайв-съемку вот такого формата видео в кинотеатре, извиняюсь, в сети кинотеатра? Нет, ее нельзя просто по той причине, что у нее нет прокатного удостоверения, под легальный коммерческий прокат, в принципе, фестивальное кино крайне трудно взять. Любой фестиваль, вообще показ фестивального кино в кинотеатре, он осуществляется либо на основе того, что дистрибьютор приобретает права, да, то есть когда в фестивале программа, вот как мы показываем короткий метод, у них есть прокатное удостоверение, причем со сроком давности. По большому счету показ, даже бесплатный, некоммерческий показ, на официальной кинотеатральной площадке является нарушением. Есть такой нюанс, о нем стоит знать, но поэтому, насколько я слышала, вы применяете площадки не только профессиональные, потому что в профессиональном кинотеатре, во-первых, очень тяжело высвободить проект, во-вторых, обеспечить, скажем, соответствие. У этой съемки нет DCP-формата, кинотеатр показывает DCP-форматик. Можно заморочиться, пересчитать, и с другой стороны, без прокатки, опять-таки, зачем? В данном случае, по отношению к этому фестивалю, вообще я бы не рассматривала такой момент, как вот обязательно там сетевой какой-то прокат. У нас сетевой прокат достаточно трудный для профессиональных фильмов, региональных в том числе. Поэтому, я говорю, это должен быть праздник, во всех смыслах это слово, вот праздник, потому что вот то, что там происходит, я вижу, это праздник, потом они собираются делиться воспоминаниями, это тоже праздник. Я бы не рассматривала вот этот фестиваль вообще в плане сетевого проката. То есть, ну, вот так, такой мой ответ. Сетевой вы только в том смысле, что фестиваль может быть кочующим, да, переезжать из города в город, праздник путешествует вместе с нами, только вот как дорожный. То есть, кинопоказ как сопровождение вообще, ну, как гастрольный том, да, в этом смысле, да. А то, что запускать программу фестиваля по коммерческим театрам, ну, я думаю, это уже... А если просто художественная часть, то есть, история, сюжет именно о туризме, о людей, которые сплавляются, там... Нет, я же вот только что и как раз пора сделать пример, что очень много фильмов, снятых профессионально, я имею в виду, а даже они тяжело идут в прокате, в коммерческом, просто потому, что это очень специфическая история. На нее собрать Атлантиду и Русский Север, которые я вспоминала, абсолютно не продюсерское кино. Она у нас очень хорошо собрала, но я так думаю, что это как раз от активности студентов в архитектурном. Вот они откуда-то узнали, и они прям вот ходили, ходили, им было интересно с этой точки зрения, как архитектурное. А собрать на географический фильм, если это не жизнь пить, да, ну, то есть фильм путешествия, достаточно трудный. И из всех кинотеатров в Казани такое кино, ну, скажем, оригинальный контент берет только один кинотеатр. Вот, ну, это как бы вот ответ. Это так рынок устроен, в принципе.